Музыка Нина Ивановна Москвина руководила хором «Волжские зори» почти 45 лет. Любовь к народной песне у нее возникла в самом детстве. Желания петь и заниматься музыкой достались нашей героине от мамы, которая имела прекрасный голос и пела в церкви на клиросе. А вот меня послали что-то купить в город. Послали девчонку маленькую. А у меня мысль только одна была – гитару, гитара. А мама наказывает – вот это, вот это купишь. Вот, ты смотри, там грязный, все равно бери, потом постираем. Таким путем. А я приезжаю с гитарой. А вы выступали где-то вот в деревне перед кем-то? Вам нравилось петь? Конечно. Это детский сад. Детский сад. Школа – это общебразовательная. Вплоть до того, что вот на каком-то основании… Баракина я была. Баракина – иди, вот, хорошее стихотворение. Вот, иди, сочини музыку в коридор у меня. Это вот такое было. Это с детства. И потом до седьмого класса. Это мои олимпиады. Все это вот, это я инициатор была всего, потому что возле меня и было. Вот, девочки крутились. Ну, в то время-то, значит, смотры такие были. Ну, езжали мы в районные какие-то коллективы на смотры. И помню, это было очень хорошо. Но началась война, и Нина пошла работать на завод. А любовь к песне, между тем, не пропала. Нина пела даже на работе. Женщина, которая работала вместе, она подпевает, стоит, перебирает эти детали. И мне, значит, подпевает. Я тоже работаю вместе с ней, и тоже подпеваю ей. Я говорю, Нина, ну, у тебя хороший голос. Ты самодеятельность. Вот я попала в самодеятельность. Она направилась, ходила даже со мной. Вот это мы приехали в Волга. Такой был, я не знаю, сейчас он существует, этот Дом культуры. Не Дом культуры, клуб Волга. Рядышком был. Вот, ну, а там действительно все. И в хор меня, и в вокал. И тогда очень модно было оркестры, джаз-оркестры. Я солистка была этого, да. Коллега по работе подсказал Нине, что нужно учиться музыке профессионально. И наша героиня поступила в музыкальное училище. Училась целых семь лет. Сначала на дирижерско-хоровом отделении, а потом на вокальном факультете. Практику пения проходила в Волжском народном хоре. Работа с руководителем хора Петром Милославовым многому научила Нину Москвину. Интересно с ним был работать, потому что он вот, он набирал, он знал, что он делал. Он набирал вот такой материал, который его устраивал. Вот тихий, благородный звук, мягкий, без того, чтобы подкрикивать, там, значит, с дыханием. Хором, то все, на это все обращал внимание. Навыки работы от Милославова Нина Ивановна применила в работе с собственным хором, который ей предложили возглавить. Копировала его. Да, я уже знала, на что обратить внимание. Мне очень это значимо было. Я действительно любила петь вот некрикливым звуком. Ну, знать то, что поешь, и содержание передавать, а не улюбоваться своим голосом, а просто содержание. Вот. И чистота интонирования. Это все учитывалось. Вот то, что те произведения, которые брались, и я очень сложной формы всегда очень любила, долго работать приходила. Но когда я достигала того, чего мне хотелось, это для меня праздник был. Иногда так, что я, вот надо мне, но я чувствую, что еще хор не готовый к этому, технически не готовый. Еще хоровое звучание очень сырое. А мне надо этот, вот эту красоту, вот эту вот мягкость звука, благородно. Это направление классического порядка. Мне вот очень любили, потому что я воспитанна была как раз как дирижер, когда училась, классического направления. Поэтому мне так хотелось вот некрикливого звука, мягкого звука, вот благородства, вот подача звука, чтобы правильно было. И, ну, то есть чувствовался коллектив и лицо его, чтобы узнавалось лицо, вот манера, чтобы певческая манера была именно та, которая мне в этом помогала. Твоё тепло, моё тепло, после зимы весна, Зажжёшь огонь, возьмёшь гармонь, пусть и говорит она, Дайте сначала от поля и речки с родного плеча, От печки, от печки, где звёзды сквозь раны, Снега на крыльчке, Давай ты от мамы, Давай ты от печки, Твоё тепло, твоё тепло, Вновь потепление, Вновь потепление, Трещат грань, Любовь жива, И вдохновение, Давайте сначала от поля и речки, Снега на крыльчке, От печки, от печки, Где звёзды сквозь раны, Снега на крыльчке, Давайте от мамы, Давайте от печки, От печки. А это поздравления, Вот как раз я получила ценные поздравления Заслуженного работника культуры, Поздравления коллектива, Это мы куда-то едем, А это у меня, Пришли сюда ко мне, Вот я, Вот на полу, На полу вот эти все участники, Ну под градусами явно совершенно, Были. Вот это, слава Богу, Вот это у меня, Когда мне дали заслуженного, И в то время мне очень хорошо знали, Мы выступали по телевидению, Обязательно два раза в году, Два раза в году у нас так получалось, Со всей программой, Два раза в году, Это при советской власти. Я люблю свой хор, За то, что хорошо поет, За то, что дружно мы живем, За то, что друга не бросаем мы в беде, За все, за все спасибо хор тебе, Спасибо Нине Ивановне, За то, что в нас посеяло хорошее термо, За то, что свой талант, И нежность, и добро, Она несет всем нам уже давно. Коллектив хора доходил до ста человек. Основное правило работы Нины Москвиной С музыкальным коллективом – дисциплина. Хоровики ходили на занятия, Как на работу. Звучание голосов доводилось до совершенства. Нина Ивановна всегда добивалась хорошего результата. При этом работала с каждым, И каждым дорожила. Надо обязательно работать над каждым, Чтобы чувствовалось, Что лицо коллектив. То есть чистота. Растворяться надо в партии, Которые ты имеешь. Растворяться. А не торчать гвоздем. Как тебе удобно. Их надо заинтересоваться. И надо добиться того, Чтобы дисциплина была в коллективе. И надо... Вот всякое было, Что иногда... Потом по характеру чувствуешь, Вот это можно дать замечание сделать. А это нельзя. Но я его обязательно... Обязательно дам понять ему, В чем его вина и недостаток. В чем. Я кого-то другого. Так, чтобы он почувствовал, Что это ему тоже касается. Вот. Принципы разные. Подход разный. Вот. Некоторые позволяли, Позволяли там... А некоторые так вот... Ну вот я, значит, Капризничаю, я уйду. А мне надо так, Чтобы этот человек был, Потому что я чувствую материал, Который мне надо для тела. Конечно, Вот те произведения, Которые брались вот Акапельно, И когда я достигала того, Что я хотела, Это просто радость. Это я готова была тогда, Когда вот эту гипость, Которую мне хотелось, Вот почувствовать, Вот эту чистоту интонирования, Ансамблевость, Мягкость и филирование звука, И вот это почувствовать. Я готова за этот аккорд, Который я достигла, Расцеловать каждого в отдельности. За то, что они мне вот такое удовольствие Мне дали. Это на репетиции. Это только на репетиции. Вот я достигла того, Что я хотела от них получить. Момент счастья, наверное. Да, момент счастья. ПЕСНЯ 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 Спасибо вам на добром слове. Спасибо вам, что по судьбе прошли. ПЕСНЯ 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 За встречу с этой удивительной женщиной Ниной Ивановной Москвиной, которая повлияла не только на качество ее пения, но и стала для нее очень близким человеком. Имея опыт творческий, который она приобрела в музыкальных заведениях и работая в профессиональном коллективе Волжский народный хор, она, конечно, все это передавала нам, обычным самодеятельным людям, которые любят просто петь. Вот. И результаты получала. И ее словами могу сказать, что когда она слышала то, чего она добивалась, тот аккорд, который в этом произведении, она говорила, ради этого стоило жить. Ну и в связи с тем, что приближается дата замечательная этого человека, Нина Ивановна исполняется 90 лет, я хочу немножко музыкально для нее. Учительница лучшая, вы наша, Нина Ивановна, и вас мы любим сердцем, всей душой. Желаем вам здоровья на много-много лет еще и просим, не старейте вы душой. Русская песня – это душа народа. И, конечно, возглавлять хор русской народной песни не может человек без красивой и доброй души. Ветеран труда, ветеран войны, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель хорового музыкального общества Нина Ивановна Москвина принимает поздравления с юбилеем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»